Предупреждаем, следующие кадры могут быть неприемлемыми для некоторых категорий зрителей. В нейробиологии и психологии понятие любви и страха это нечто большее, чем просто эмоции. Они связаны с тем, как работают глубочайшие бессознательные области нашего мозга. Как мозг рептилий жаждет только того, чего ему не хватает. И он не знает, что принимает это как должное. И как то, что мы считаем, что нам не хватает, в конечном итоге определяет то, что мы любим. Но когда мы проникаем в сферы нашего подсознания и в ту реальность, из которой оно возникает, перед нами открывается выбор. Самое важное решение, которое мы принимаем, заключается в том, верим ли мы, что живем в дружественной или враждебной вселенной. Хотя эта цитата Альберта Эйнштейна звучит убедительно, нам стоит задаться вопросом. Почему человек с его глубоким интеллектом специально утверждает, что это самое важное решение, которое мы принимаем. Этот документальный фильм отвечает на этот вопрос. Автор и исследователь Атон Перевел и озвучил Дарсигов Рашид Спонсор этого фильма – Атон Маркет Только в области нейробиологии ежегодно публикуются десятки тысяч работ. Наши знания и понимания внутренней работы нашего ума и нашей вселенной расширяются с поразительной скоростью. Если вы ищете рациональные ответы на фундаментальные вопросы о сознании, этот документальный фильм может изменить вашу жизнь. Человеческий мозг – это, безусловно, самое сложное явление, которое мы до сих пор могли наблюдать в нашей Вселенной. И после десятилетий работ в нейробиологии у нас все еще есть бесконечные вопросы об этой загадочной структуре, которая содержит столько нейронов, сколько звезд может быть в нашей галактике. И все же нам не нужно далеко углубляться в гипотезы или прибегать к суевериям, чтобы ответить на некоторые из наших глубочайших вопросов. Одно из самых ошеломляющих наблюдений в неврологии состоит в том, что некоторые эксперименты, похоже, обнаруживают две различные личности или потоки сознания, присутствующие в нашем мозге, по одному в каждом полушарии. Удивительно, но только одно из них может говорить. При определенных условиях неврологи даже могут задать вопросы каждому полушарию в отдельности. Это приводит к случаям, когда человек говорит, что он, к примеру, не религиозен, когда его спрашивают в разговоре. И в то же время, когда этот человек видит тот же вопрос в письменной форме, его немое полушарие отвечает, записывая свой собственный ответ. В некоторых случаях не соглашаясь с другим полушарием. Многие другие эксперименты, которые показывают аналогичные результаты, указывают, что это больше, чем случайная странность или галлюцинация. На самом деле в нашем мозгу находится расщепленное или двойное сознание. К счастью, это странное разногласие между обоими полушариями возникает только тогда, когда связь между ними нарушается. До тех пор, пока они связаны, они пытаются сотрудничать и создавать ощущение, что мы единичная личность. Так где же мы тогда находимся в мозгу? Если наука может точно определить те части мозга, которые в значительной степени отвечают за язык, математику, специфические привычные эмоции и т.д., что оно говорит о частях мозга, которые составляют ядро того, что мы есть? Ученые, несмотря на все усилия, не только не смогли обнаружить такую область мозга, но даже все свидетельства указывают на то, что этого ядра не существует. Становится все более и более ясно, что в этой миниатюрной вселенной мозга примерно 100 миллиардов нейронов действуют сами по себе и общаются с друг другом. Как если бы мозг был поразительно сложным транспортным средством без водителя В нашем стремлении найти некое ядро того, что мы есть, мы могли бы также заглянуть еще глубже и приблизиться к самым основным строительным блокам того, из чего состоит наш мозг. Но если мы заглянем в отдельные молекулы, из которых состоят наши нейроны, наши открытия станут еще более противоречивыми. Мы не только не найдем здесь никаких таинственных следов души, но и не столкнемся ни с какими-либо шаровидными структурами, которые, как нас учили на уроках физики и старших классах, являются крошечными частицами, из которых состоит все остальное. Возможно, вы слышали, что примерно 99,9% всей твердой материи – это не что иное, как пустое пространство. Это правда. Но масштабирование оставшихся 0,1%, которые состоят из материала, из которого все сделано, приводит к тому, что мы видим другой вид пустоты. Электроны, кварки, все фундаментальные частицы не являются твердыми объектами. Думать о них, как о каких-то крошечных сферах – это удобное упрощение. Но оно не представляет захватывающей реальности – этой странной квантовой пустоты. Единственное, что здесь существует – это волны. Волны ведут себя подобно колебаниям звука или ряби в воде. Но вместо колебаний материи, пики и впадины этих квантовых волн не состоят из чего-то осязаемого. Они являются волнами вероятностей. Их пики показывают области, где существует высокая вероятность обнаружения энергии – того, что мы можем назвать электроном. Их доли указывают на то, что шансы там гораздо ниже. Как бы странно не звучало то, что строительные блоки нашей Вселенной, похоже, ведут себя в соответствии со случайностью, а не интуитивно предсказуемы. Это не просто теория. Это простой факт, который можно проверить и наблюдать только с помощью лазерной указки и расчески, чтобы повторить часть знаменитого эксперимента с двумя щелями. Контринтуитивность этого открытия была корнем популярных неверных интерпретаций и метафизической путаницы, когда его описывали как частицы, осознающие и знающие, что они наблюдаются, или Вселенную, находящуюся под влиянием силы нашего мышления. Правда не менее увлекательна. Действительный принцип работы состоит в том, что если мы можем знать, где находится частица, она существует только как волна вероятности, которая говорит нам, где частица более или менее вероятно будет найдена. И только когда мы примем меры, чтобы измерить, где частица могла бы быть, волна внезапно перестает существовать, и частица проявляет себя. Частица не имеет определенного местоположения, пока мы не сделаем измерения. Вот почему мы говорим, что свет, например, является одновременно и волной, и частицей. Но эта квантовая странность применима не только к свету, она применима ко всем частицам, из которых все состоит. Это относится даже к молекулам. Если вместо фотонов мы будем стрелять сверхмалыми камнями, они будут вести себя как волны, когда мы их не измеряем. Мы интуитивно верим, что наша Вселенная состоит из твердого вещества. Но на самом деле все это от нейронов до нашего мозга, до галактики, частью которой мы являемся, является результатом вероятностных волн и частиц, которые проявляются и исчезают. Все эти странности привели Эйнштейна к знаменитому высказыванию. Неужели вы действительно верите, что Луны нет, когда вы на нее не смотрите? Но как бы это ни было странно, квантовая теория и все экспериментальные данные показывают, что наша Вселенная по всей природе вероятностна, и вещи в ней не могут быть предсказаны со стопроцентной уверенностью. Это не значит, что наука не может дать точных оценок того, что более или менее вероятно. Математика и статистика квантовой физики показывают, что кажущиеся случайными колебания, составляющие нашу реальность, все еще являются глубоко и идеально согласованными закономерностями. Многие из наших технологий, такие как солнечные батареи или микропроцессоры, были бы невозможны, если бы мы не расшифровали большую часть сложного и уникального поведения квантовой механики. Но если ни одна конкретная область мозга, ни нейроны, ни строительные блоки, из которых состоят наши нейроны, не могут объяснить феномен нашего сознания, то что же, по мнению ученых, вызывает его? Математика и статистика. На самом деле, этот документальный фильм впервые представляет все эти логические выводы вместе, чтобы подчеркнуть то, что наука действительно может рассказать нам о некоторых из наших самых глубоких существующих вопросов. Если мы посмотрим на эволюцию, то не так уж трудно приблизительно представить себе, как зародилась жизнь на Земле. Несколько миллиардов лет назад произошла уникальная серия случайных совпадений, которые привели к существованию очень простых биологических клеток, способных к репликации. Это были первые формы жизни, и по мере того, как они размножались, возникали тонкие различия между старыми и новыми клетками. Происходили мутации. Мы видим это в генетике потомства, с каждой известной нам формой жизни. И мы можем проследить это в останках и окаменелостях не только животных и растений, но иногда даже бактерий. Микроскопические кристаллы и окаменелости дают нам представление о жизни на Земле до появления первых растений или даже водорослей. За миллиарды лет размножения и мутации эти биологические механизмы находили все более изощренные способы роста и распространения. Самые незначительные и начальные различия, такие как потомство с случайной возникшей белковой молекулой, чувствительной к солнечному свету, в конечном итоге привели бы к более благоприятной мутации в течение многих поколений. Миллиарды лет – это очень большой срок. Достаточно для того, чтобы чрезвычайно сложные результаты, такие как человеческий глаз, возникли из таких же упрощенных источников, как одна светочувствительная белковая молекула. В результате даже самые передовые технологии зачастую не могут сравниться с некоторыми механизмами, на разработку которых ушли целые эпохи эволюции. Но когда мы начинаем созерцать раннюю животную жизнь и наблюдать ее прекрасное наследие повсюду, вокруг нас, в которой мы постоянно узнаем части нашего первобытного «Я», возникает соблазн задаться вопросом, почему в процессе эволюции возник этот феномен сознания, который сбивает с толку и приводит в замешательство философов и мистиков с самого возрождения племенных структур человечества. Подходя к этому с научной точки зрения, мы можем допустить, что неуловимая природа сознания стала причиной отказа от попытки понять его. Потому что если сознание не является магическим исключением, а скорее всего прямым или косвенным следствием эволюции, то научный вывод напрашивается сам собой. Как и любая другая особенность человеческого мозга и тела, опыт или сознание – это инструмент, который эволюция создала для нас через миллиарды лет мутаций. Сознательные формы жизни показали более богатую способность к обучению и корректировке курса. Таким образом эволюция благоприятствовала этому развитию и взращивала его до такой степени, что мы становились чувствительными, самоосознающими и способными интерпретировать наши собственные эволюционные побуждения и нашу цель. Таким образом, который может пойти даже против нашего собственного выживания, если мы так выберем. Так как же тогда наука будет описывать феномен сознания? Удивительно, но большинство ученых территоризируют, что сознание не просто находится внутри нашего мозга. Сознание обычно считается возникающим явлением мозга. То есть сознание возникает тогда, когда в мозгу происходит достаточно активности, которую можно сравнить с тем, как музыка возникает из проигрывателя. Музыка нигде не может быть найдена внутри проигрывателя. Интуитивно мы склонны говорить, что музыка записана, но даже там мы действительно находим только круглый виниловый диск со своеобразными канавками. Но он не производит никакого звука или музыки вообще. Только когда механизмы производителя определенным образом активируются, вся его деятельность порождает возникающее явление, которое мы называем музыкой. Сознание в чем-то похоже. Мы не можем физически локализовать его в одной точке или в одной области. Если мы увеличим масштаб серого вещества нашего мозга, мы найдем столько же свидетельств сознания, сколько мы находим крошечных шариков внутри молекулы, которая вообще не является таковой. И все же, когда миллиарды нейронов активируются и взаимодействуют с друг другом, сочетание этого огромного количества активности создает феномен, который называется сознанием. Но, по-видимому, это далеко не полный обзор того, что приводит к этому. Потому что есть неизбежное следствие, которое все усложняет до невероятной степени. Чем больше эта возникающая особенность развивалась таким образом, что позволяла ей корректировать курс и значительно перепрограммировать наш мозг, тем больше она становилась петлей обратной связи, невероятной сложности. Точно так же, когда мы направляем веб-камеру на экран, который показывает то, что она записывает, и мы видим, казалось бы, бесконечную картину. Мозг делает нечто подобное с активностью своих миллиардов возбужденных нейронов, что приводит к невообразимой глубине повторений и перестановок, которые порождают то, что мы называем сознанием или опытом. И этот опыт не цель, а просто конечный инструмент, которым располагает наш мозг, чтобы найти свой путь и справиться с последственными моделями нашей реальности. Такова истинная природа того, что мы есть. Мы непостижимо сложное взаимодействие того, что кажется бесконечными петлями нервных процессов. Наша сущность, возможно, имела скромное начало, но оно показательно росло на своем пути вниз по кроличной норе бесконечного отражения себя и обучения от каждого зеркального отражения. Наши мозговые волны пульсируют и отражаются, создавая постоянные петли обратной связи различной степени сложности. Прежде чем может возникнуть хотя бы одна эмоция, не говоря уже о сознательной мысли, что само по себе неизбежно приводит к петле обратной связи, более высоких уровней абстракции, где речь идет уже не только о взаимодействии и каскаде нейрохимических процессов, но и о языке, идеях и концепциях, которые затем возволяют такие величины рекурсивного мышления, что мы становимся способными наблюдать и анализировать модели нашего собственного существования. Мы несравнимо больше, чем сумма наших частей. Вот почему наша эволюция так способствовала этой необычайной способности к рассуждению и интуиции. Это продвинуло нас от биологических машин до разумных архитекторов нашего собственного будущего, которым получено принимать правильное решение для нас самих и для нашего вида. Мы являемся петлей обратной связи, которая в зависимости от того, как мы выберем жить в большей или меньшей степени, осознает свои собственные процессы. В дополнение ко всему этому, мы также должны учитывать замечательную способность к мозгу самоизменению, называемую нейропластичностью. Независимо от того, что мы делаем в любой момент времени, мы тренируем наш мозг, чтобы стать лучше в выполнении этих действий. К лучшему или к худшему. Несмотря на то, что в раннем возрасте нейропластичность и даже нейрогенез, создание новых клеток мозга более выражены. Они продолжают происходить на протяжении всей нашей жизни, формируя и изменяя аппаратуру нашего сознания на каждом шагу. И хотя человеческие существа обладают замечательной способностью к рациональности, позволяющей нам летать на ракетах, на Луну, и строить невероятные машины, которые позволяют нам лучше понять структуру Вселенной, мы также все еще эмоциональные существа. По мере того, как мы растем, мы в значительной степени учимся и формируем свое поведение с помощью базовой, павловской обусловленности. В знаменитом психологическом эксперименте Ивана Павлова основное наблюдение состояло в том, что собака имеет тенденцию выделять слюну, как только она распознает усвоенные признаки, намекающие на то, что она может быть вознаграждена лакомством. Те же механизмы присутствуют и в системе вознаграждения человеческого мозга. Будучи детьми, мы наивно хотим понять мир. Но если попытка понять недостаточно полезна, наш мозг использует другие стратегии. Прискорбный феномен, часто наблюдаемый в психологии и однажды описанный Карлом Саганом, заключается в том, что детсадовцы или первоклассники, как правило, являются искренними, энтузиастами науки, с подлинным чувством удивления, когда они подвергают сомнения все вокруг. Но поговорите с детьми в 11 классе, и большая часть этого любопытства у них угасла. Если наша естественная склонность логически сомневаться отпадает, и вместо этого мы вознаграждаемся за действия, которые часто не понимаем, мозг приспосабливается к этому и постепенно отказывается от самостоятельного логического исследования. Вместо этого мы непропорционально стремимся добиваться одобрения других. Наши мнения, наша идентичность, наш образ жизни, в конечном итоге зависят от того, как нас оценивают наш социальный круг и общество в целом. Во время записи этого документального фильма есть много обсуждаемых тем, таких как фейковые новости, постправда и так называемые альтернативные факты. Но это всего лишь симптомы гораздо более глубокой проблемы, которая выходит за рамки дезинформации и несовременных алгоритмов социальных сетей. И хотя мы можем не осознавать этого, павловская обусловленность нашей современной культуры глубоко определяет то, как мы смотрим на жизнь, и, следовательно, как мы интуитивно воспринимаем сознание. Чтобы понять, насколько культура постоянно развивается и в то же время формирует наше поведение и убеждения, может быть полезно посмотреть, как многое изменилось даже в недавней истории. Только около 15 лет назад был запрет на курение, а мобильные телефоны считались неуместными для подростков или для использования в общественном транспорте. Десять лет назад мы с трудом могли бы себе представить, зачем кому-то понадобилось бы выкладывать случайные мысли вместе с личными фотографиями в интернет, чтобы все могли их видеть. А теперь почти все, включая наших родителей и бабушек с дедушками, у всех есть аккаунты в Facebook. И всего за несколько лет селфи превратилось из странной и самовлюбленной привычки в культурную норму. Около 300 лет назад люди клеймили бы большую часть наших самых обычных рутинных действий, как эгоистичные, упадочные и морально испорченные. Столь же тривиальный и наивный поступок, как покупка коробки наших любимых клопьев, могли бы попасть в эту же категорию. Общество постепенно совершенствуется и развивается в течение большого периода времени. Наша культура проходит много поворотов, некоторые из которых приближают нас к тому, чтобы ценить факты выше вымысла, а некоторые из которых наоборот. Тем не менее, наша обусловленность закладывает большую часть фундамента для операционной системы нашего мозга. В группе областей мозга, которая известна как сеть режима по умолчанию, информация постоянно обрабатывает. Даже когда мы, казалось бы, находимся в состоянии покоя. Отчасти именно поэтому социальная обусловленность может оказывать на нас глубокое воздействие, даже когда мы не осознаем этого. Наша современная господствующая культура в целом определяется как индивидуализм, который недавно появился в промышленной революции. Как и в предыдущие эпохи, мы заходили так далеко, что иногда переписываем историю, чтобы соответствовать нашему текущему повествованию. И мы используем древние высказания, такие как «лови момент», чтобы поддержать наше убеждение. Полное предложение старой латинской поэмы приблизительно переводится так «Делайте то, что вы можете сделать сегодня, чтобы завтрашний день был лучше». Это не имело никакой связи с потыканием личным желаниями. В то время как наш научный прогресс может многое рассказать нам о мозге и даже о значительной степени осознания. Наша культура в настоящее время не так сильно ориентирована на попытки понять, кто мы такие. Вместо этого культура больше сосредоточена на праздновании и преследовании модных личных интересов. Начиная от материальных ценностей, чтобы произвести впечатление на наш круг общения, и от мгновенных острых ощущений, желание индивидуализма и свобода следовать ему – это в настоящее время наш самый заветный идеал. Многие аспекты нашего общества, прежде всего наша экономика, зависят от нашего стремления к этим популяризированным целям. Помимо редких исключений, такие как футуристические телесериалы о едином человечестве, работающем над развитием вида, культура имеет способ погружать нас в сигналы, которые заставляют нас верить, что то, как мы в это время воспринимаем вещи, это просто то, как это было всегда и как это должно быть. Не так давно мы верили, что цветные люди всегда уступают белым. Мир всегда плоский, а небеса всегда контролируются богами. В такой культурной среде, как эта, система вознаграждения мозга становится в некотором смысле оторванной от своей цели. На протяжении всей эволюции способы, которыми наша ДНК мутировала и наш мозг расширялся, были частью одного и того же процесса. Все эти механизмы просто пытаются преодолеть препятствия на своем пути. Жизнь фундаментально пытается согласовать себя с реальностью, генетически и биологически, инстинктивно и интеллектуально. Будучи детьми, мы пытаемся приспособиться к реальности, ища одобрения у родителей, учителей и различных культурных влияний. Чем старше и осознаннее мы становимся, тем более способным наш мозг становится к независимому распознаванию шаблонов. Возникает двойственность. Мы обладаем разумом, чтобы понять последствия наших действий и нашего бездействия. И все же наши павловские стремления к вознаграждению тянут нас в других направлениях, например, в соответствии с ожиданиями общества и семьи. Мы чувствуем себя хрупкими и зависимыми от суждения других, потому что наша система вознаграждения ценит их одобрение больше, чем логические выводы. Мы не испытываем особого удовлетворения или даже разочарования, когда действуем на основании собственного независимого рационального суждения. Эта запутанная двойственность является естественным следствием общества, в котором мы никогда по-настоящему не взрослеем. Мы ищем одобрения наших поступков, когда мы молоды. Мы продолжаем искать одобрения тех сил, которые берут вверх, когда мы становимся старше. Мы становимся вечными искателями подтверждения. Нейроны группируются вместе, чтобы создать иерархии, которые в конечном итоге определяют то, что мы ценим больше всего. В последние годы нейрологи даже начинают придумывать математические формулы, которые описывают точный способ формирования этих иерархий и то, как они обрабатывают информацию. Различные кластеры нейронов прекрасно организованно разговаривают с друг другом, чтобы помимо всего прочего выяснить, следует ли активировать систему вознаграждения. Процесс, который в значительной степени зависит от нашей обусловленности и отличается для каждого человека. Изучение того, к чему в первую очередь привлекается система вознаграждения, часто делает их поведение удивительно легким для отображения и понимания. Мы можем гораздо лучше понять хладнокровие человека, зацикленного на карьере, если успех или социальная поддержка это то, чего он ожидает больше всего на свете. Есть ли жертва кого-то, кто тратит все ресурсы, чтобы помочь братьям и сестрам или родителям, если семья является основным двигателем. Слепота человека, который в первую очередь гонится за романтическими приключениями или безопасность гедонистического любителя острых ощущений. Мы часто создаем множество дополнительных аргументов вокруг наших действий, чтобы скрыть нашу основную мотивацию. Совокупность этих рационализаций и составляет нашу идентичность. На протяжении всей нашей жизни мы можем столкнуться с важными этапами, в которых наши основные ценности меняются в результате смены парадигмы или критического состояния индивида. Анализ собственных действий на протяжении многих лет посредством глубокого размышления или практики записи образов важных жизненных решений может легко выявить, в чем заключается главная ценность человека. Это может быть опыт, который одновременно просветляет и отрезвляет, поскольку он заставляет нас видеть, что наш выбор редко основывается на разуме, что мы впоследствии обнаруживаем, что в основном является результатом детской привязанности, которая скрывается в нашем подсознании. И чем больше мы осознаем себя, тем больше мы чувствуем неудовлетворенность от нашего стремления к пустым целям. Но это неограничивающая ловушка, из которой мы не можем выбраться. Мы живем в вероятностной вселенной, где ничто не высечено на камне. Вместо того, чтобы туманно философствовать о природе свободной воли, мы можем сделать выбор, что петля обратной связи сознания определенно играет активную роль в обработке информации и принятии решений. Она имеет право голоса в том, каковы наши наиболее глубоко укоренившиеся основные мотивации. Концепции и идеи имеют над нами власть только тогда, когда мы эмоционально инвестируем и держимся за них. В свете всего этого знания возникает вопрос, как нам скорректировать свой курс, как мы действительно находим смысл в своей жизни и испытываем такое удовлетворение, которое большинство из нас, кажется только мельком, видит время от времени. Оказывается, что наука имеет больше ответов на эти вопросы, чем принято считать. Широко известно, что логика наш самый могущественный союзник в понимании реальности и подходе к ней. Это больше, чем холодный и тупой инструмент для вычисления. Это самая близкая вещь к силе, которая удерживает нашу Вселенную вместе. Наши успехи в физике продолжают выявлять математическую структуру, лежащую в основе всего и всея нашей реальности. Без этих последовательных паттернов ничего бы не существовало. Без его изысканного танца зонов генетической итерации мы не смогли бы ни думать, ни чувствовать. Мы часто рассматриваем логику как противоположность эмоции, но вместо этого она является двигателем наших эмоций и дает надежные ответы, когда мы расстроены или смущены. Логика – это то, что создает ритм или структуру. Она фундаментальна в модели музыки и цветах, и симметрии цветов. Она создает биологические механизмы настолько сложные и богатые, что они становятся самоосознательными, способными к любви и бескорыстию, и способными наблюдать величественные логические схемы, которые создали их. Мы можем проследить наше происхождение и молекулы в нашем теле до звезд, в которых они были созданы, и увидеть, что мы все связаны. За миллиарды лет эти молекулы превратились в сложные единицы, которые мы называем человеческими существами. Эти единицы подобны клеткам в теле человечества, запрограммированные на эволюцию и движение вперед. Вот почему у нас есть глубокое желание найти смысл, найти экзистенциальное равновесие. Эволюция фундаментально запрограммировала нас так, что мы хотим, чтобы наши убеждения соответствовали реальности. Логика – это в некотором смысле главная директива нашего сознания. Мы должны ценить его как таковое, если хотим вырваться из тисков пустых механизмов вознаграждения. Эволюция поставила петлю обратной связи опыта под контроль нашего мозга. Мы делаем звонки. И хотя мы интуитивно ориентируемся в реальности с помощью компаса нашей системы вознаграждения, мы можем изменить то, как эта система работает. Именно это происходит при смене парадигмы или кризисе идентичности. В религиозных трансформациях или в сознании многих родителей-новичков система вознаграждения смещает свой доминирующий фокус. Легко мыслить абсурдными стереотипами, когда мы представляем себе человека, прежде всего, движимого логикой. Но для людей было бы нелогично подавлять эмоции или игнорировать человеческие потребности. Вместо этого, то, что логично для людей, это действовать наиболее эффективными способами на благах самих себя и человечества. Отчасти медитация и практики осознанности имеют научно измеряемую пользу для здоровья и психики именно потому, что они в какой-то мере отключают нас от привязанностей, которые постоянно поглощают умственную энергию и порождают диссонанс. Они также смещают активность мозга с его сети режима по умолчанию на сеть позитивной задачи, позволяя нам легче быть бескорыстными, ясными и сосредоточенными. Простого акта сосредоточения на дыхании в течение всего дня достаточно, чтобы это произошло. Она создает сознание, которое часто описывается как пребывание в настоящем или состояние потока, в котором вместо отождествления с нашими мыслями мы становимся их наблюдателями и гораздо более склонны следовать разуму, чем импульсу. Мы становимся более способными корректировать свои убеждения и делать сознательный выбор, который перестраивает нашу систему вознаграждения. Мы можем наблюдать явные улучшения в том, как на протяжении веков общие подсознательные базовые ценности отошли от таких вещей, как суеверие. И мы также можем спорить о том, что не все улучшилось. Когда-то мы ценили бескорыстие и вклад гораздо больше, чем собственную индивидуальность. Возможно, в какой-то момент в будущем наши культуры найдут общий язык, просто оценивая логику. Как общество мы в настоящее время все еще слишком одержимы нашими собственными маленькими предпочтениями и различиями, чтобы сделать такой резкий скачок. Но как индивидуумам нам повезло жить в такое время, когда у нас есть свобода отвергать поверхностные идеалы, если мы так хотим. Для тех, кто хочет преодолеть десятилетия, сбивающие с толку об условленности и стать последовательно внимательным и присутствующим, приверженность логики как основной ценности это мощный способ достичь именно этого. Первый шаг к этому было бы убедиться, что у вас есть подлинная оценка логики, то, что большая часть аудитории, смотрящей это видео, возможно, уже имеет. Это может быть глубоко вдохновляющим, чтобы узнать о том, как логика лежит в основе всего в огромной и сложной сложности нашей Вселенной. И это также может быть вдохновляющим, чтобы понять, как вы узнаете, что даже когда мы не знаем их, логические ответы на наши вопросы существуют. Это также помогает осознать, что наука и логика не об определенности, а о том, как мы можем узнать, что наиболее вероятно. Наша Вселенная явление вероятностное. Даже гипотетически совершенная симуляция не может предсказать с полной уверенностью, как будут развиваться события. Если глубокое чувство принятия, когда мы признаем, что ничто никогда не бывает по-настоящему определенным, но с нашей способностью рассуждать, мы можем прийти к твердым приближениям того, что лучший обзор действий является в каждый момент нашей жизни. Этот первый шаг может быть достигнут просто путем размышления или изучения логики и науки из книг и документальных фильмов, или даже пересматривая это видео. Шаг второй определить вашу текущую основную ценность. Найдите то, что эмоционально движет вами. На этом этапе вы точно определяете, что именно на протяжении всей жизни ваша система вознаграждения превратилась в ее основной фокус. Это может быть просто комфорт, успех или социальная велидация, например. Сознательный скачок к принятию логики в качестве основной ценности это шаг третий. Это решение касается не просто внедрения новых привычек, а скорее фундаментального обязательства делать правильные вещи в любое время, в зависимости от ваших знаний и логических связей, которые вы делаете. А поскольку логические рассуждения фундаментально связаны с человеческим мозгом, это не принужденность убеждению или концепции, а скорее позволение себе верить, что вы будете делать то, что логически правильно. Найти в себе мужество и действительно сделать этот скачок может быть эйфорическим и освобождающим опытом. Существует огромное количество знаний и идей, доступных в интернете о том, как этого можно достичь, для тех, кто считает это трудным. Хотя эта трудность часто является иллюзией, которая просто требует некоторой храбрости, чтобы преодолеть ее. До сих пор среди людей, прошедших через эту трансформацию, было замечено, что те, кто в конечном счете совершают этот скачок с намерением повысить свой опыт, в конечном счете теряют это новообретенное сознание и борются со своей приверженностью ему. Это происходит не из-за недостатка дисциплины, а скорее из-за фундаментального непонимания сознания, которым мы глубоко обусловлены. Это заблуждение, которое большинство из нас никогда не вербализует и даже не осознает, и которое лежит в основе наших неправильных представлений о нашем опыте. Вы верите, что внутри мозга есть вы? Даже когда вы смотрите это видео, вы скорее всего пришли к выводу, по крайней мере подсознательно, что в постоянно меняющемся контуре обратной связи сознания все еще есть вы, что в то время, когда мы являемся непостижимо сложным и богатым феноменом непрерывной обратной информации и почти бесконечных итераций и трансмутаций, что каким-то образом в каждый момент и в каждом цикле определяющая часть нас выживает. Электроны, которые жужжат через наши нейроны, чтобы генерировать наш текущий опыт, не существуют в любом твердом или интуитивном смысле этого слова, и ученые не находят никаких следов самости в нашем мозге. Сознание, которое возникает из механизмов серого вещества за нашими глазами, отличается. Истина заключается в том, что каждое мгновение мы являемся новой сущностью, которая существовала только в течение этого единственного мгновения и никогда не проявит себя снова. Ни один опыт не может быть по-настоящему воспроизведен, ни одна идентичность не может отражать постоянно меняющуюся с энергию, и нет никакого «я», которые могли бы сохраниться в бесконечном потоке опыта, даже на мгновение. Единственное место, где находится некоторое представление о воображаемом «я», находится в белках, которые были синтезированы, чтобы хранить память о моменте, который когда-то произошел. Как если бы петля обратной связи сознания в этот момент написала в механизме наших нейронов «я был здесь», чтобы следующая итерация, следующая петля, из которой возникает новый опыт, могла бы учиться у него. Но от фиксации на ошибках концепция того, что мы есть, на историях фантома, который мы определяем, как «я», мы не знаем ничего ценного. удивительно, что иногда наука и древние эзотерические мудрости встречаются. Идея о том, что подлинного «я» не существует, не нова, но она логична и получила большую научную поддержку, чем другие школы мысли. Жизнь и смерть, понятия, которые, по-видимому, неприменимы в том смысле, как мы думаем. Помимо устаревших, философских или религиозных представлений, у нас нет никаких оснований полагать, что человеческий организм населен духом, а скорее, почти бесконечным количеством сознания во времени. И каждое проявление того, чем мы являемся, это гораздо больше, чем простое выражение нервной деятельности нашего мозга. Это кульминация всего взаимодействия, которое привело к его возникновению. Сознание не выходит из мозга, как джинн из бутылки, фактически без какого-либо влияния со стороны общества в тех случаях, когда дети растут в изоляции, не среди людей, а среди животных. Мозг не адаптируется к использованию языка на разных стадиях и становится навсегда неспособным говорить или даже мыслить концептуально, так как мы постоянно делаем. Так много из того, что мы склонны называть внутренней личностью, не может существовать даже на базовом уровне без достаточного взаимодействия. Сознание возникает из огромного взаимодействия, становления звездной пыли, зонов генетических мутаций, тысячи поколений, закладывающих основу языка и культуры, необходимым для формирования сложных мыслей и, наконец, обусловленности нашего нынешнего общества, образования, социальных влияний и родительского руководства. Все элементы объединяются, чтобы произвести электрохимический фейерверк внутри наших нейронов, чтобы в конечном итоге создать эти примеры опыта. все это взаимосвязано и нет никаких границ. Ничто не является внешним. Даже с базовой неврологической точки зрения все происходит в нашем сознании. Поэтому неудивительно, что наиболее интеллектуально и эмоционально удовлетворенное программирование, которое наш мозг способен выполнять, в основе своей бескорыстно. В великом взаимодействии всех вещей становится яснее всего, что наш опыт это инструмент. Чем больше мы разбираем головоломку нашего воображения «Я», тем легче мы принимаем наше эволюционное стремление заботиться о других и тем больше мы способны понять зловещую основу нашей индивидуалистической обусловленности. Наша история полна примеров, когда отсутствующие нарративы успешно гипнотизируют нас до состояния самодовольства и бездействия, пытаясь ослепить или отвлечь от причиняемого ущерба. Некоторые из наиболее знаковых примеров, которые приходят на ум, холокост и рабство имели место в течение последних нескольких поколений. Но наш внутренний эгоистичный монстр, которого мы создаем как механизм преодоления наших страхов и неуверенности, не отражает того, что мы есть на самом деле. Даже несмотря на то, что его влияние глубоко, поскольку мы начинаем процесс идентификации и навешивания ярлыков на себя очень рано в жизни. Будучи детьми, мы не знаем ничего лучшего и мы часто заканчиваем тем, что обвиняем в себя в вещах, которые были либо вне нашего контроля, либо в действиях, которые мы еще не знали последствий. Мы постепенно и подсознательно создаем ошибочные убеждения, которые препятствуют нам. Но за всем этим остается то, что аналитическая психология называет внутренним ребенком. Вот почему многие формы терапии и медицины фокусируются на том, чтобы видеть наши мысли и эмоции, даже наш ум, как нечто отдельное от нас. Эти практики хорошо документированы и оказывают на нас глубокое воздействие. Чем более мы внимательны, тем легче мы видим наши собственные ценности и убеждения в качестве наблюдателя, что позволяет нам изменить те, которые нас сдерживают. Нас постоянно наводняют тонкие и менее тонкие индикаторы, которые сигнализируют нашему подсознанию и укрепляют нашу веру в то, что опыт это то, что имеет наибольшее значение. Мы празднуем доброту и щедрость срога в определенных культурных рамках, где повествование обычно выглядит следующим образом. Люди могут быть изначально эгоистичными, но поскольку делать добро это хорошо, мы не так уж плохи. Просто услышав или сказав это, вы можете вызвать положительные эмоции. На самом деле, это не редкость, чтобы увидеть это сообщение, применяется в благотворительных кампаниях. Или, например, во время Рождества. Это повторялось нам, как в буквальном, так и в подсознательном смысле, до такой степени, что стало вездесущим и странно успокаивающим убеждением, которое, к сожалению, имеющее несоответствие и ужасные последствия. Это негласный лозунг индивидуалистической идеологии, которая программирует послушных потребителей заботиться только о том, чтобы они сами приносили пользу. Это, пожалуй, самая худшая форма идеалистической обработки, когда общество заставляет нас верить, что причина, которой мы должны в первую очередь преследовать эгоистические интересы, заключается в том, что мы на самом деле не способны ни на что другое. Когда мы вырастаем, это становится самореализующимся пророчеством, потому что ценя опыт превыше всего, мы законно превращаемся в популяцию эгоистичных трудней. И в лучших традициях культурного послушания многие из нас защищают себя, когда слышат заявления о бескорыстных поступках. Многие из нас говорят, что такие вещи на самом деле не существуют, игнорируя даже самых очевидных и распространенных сценариев родителей, которые действительно заботятся о своих детях и с удовольствием снижают качество собственного опыта для них. Именно здесь мы неловко улавливаем проблески неловкого и невысказанного соглашения, которое связывает нас. Мы знаем, что наша идеология это фасад, коллекция оправданий, которые мы позволяем себе и друг другу, чтобы уйти безнаказанными. Один процент может принести наибольшую пользу, но величайший заговор современной цивилизации не исходит сверху. Это сотрудничество, с которым мы все подсознательно согласились и иногда осознаем его неловко. В этой экосистеме редкие исключения тех, кто в какой-то момент действительно ценит что-то больше, чем опыт, но какое-то время они могут почувствовать пробуждение, сражаясь за правое дело или пожертвовать своей роскошью ради благородной цели. Но как только они несколько обдумывают свои действия в более широком контексте, компас их опыта или интуиции не может дать убедительных ответов относительно того, действительно ли они делают то, что правильно, делая их усилия неустойчивыми. Мы прибегаем к оправданиям, которые широко приняты, мы почти полностью верим, что действительно должны доверять и ценить наш опыт превыше всего. И это делает нас глубоко уязвимыми для всех видов манипуляций. Правительство и корпорации могут диктовать наше поведение даже без продуманных стратегий или заговоров. Политики могут напугать нас оскорбительно неточными утверждениями, и мы с удовольствием потребим ядовитые вещества, если они будут представлены вместе с образами смеха и радости. Наша индоктринация сделала нас избалованными и пассивными. С этим сломанным компасом мы оказываемся несколько озадаченными, когда размышляем об исторических ужасах, таких как Холокоста. Почему так мало охранников, которые были свидетелями зверств консервативных лагерей? Как получилось, что они слепо повиновались их приказам и убили миллионы людей, либо нажав на курок, либо просто оказав помощь, сделав их виновными в совершенных зверствах? индукринация может сделать нас невежественными, а сон разума может породить чудовищ. Но мы больше не дети, будучи взрослыми мы прекрасно осознаем, иногда с болью, что действия имеют последствия. Поэтому когда мы рассматриваем человека, который добровольно держит кого-то в темнице, чтобы убить его от голода, мы повсеместно считаем это неправильным или злым. Но когда мы осознаем смерть и страдания, запертые в нашей собственной темнице невежества, мы сами становимся злыми, если не предпринимаем действий. В мире с непрерывным потоком трагических событий, на которые мы можем легко повлиять, где нам больше не нужно рисковать своей жизнью, чтобы что-то изменить, наше бездействие убивает ежедневно. Пока мы мысленно повторяем про себя мантры, которым нас учили, мы мало что можем сделать. Мы не несем ответственности, они далеко отсюда. Возможно, они это заслужили. Мы не знали, мы просто выполняли приказ. Несмотря на все ваши успехи, мы звучим как ужасные отголоски прошлого. Наша культура установила в нашем мозгу колоссальный коммутатор оправданий. И есть много вариантов для каждого случая. Большинство из нас стареют, но не взрослеют, потому что не в интересах нашего общества по-настоящему вести нас к зрелости. Таким образом, мы объединяемся в том, как мы оправдываем наше поведение и молчаливо соглашаемся скрывать лицемерие друг друга. Конфронтация, которые действительно имеют место, наталкиваются на пустую защиту. А как же ты? А как же правительство? Я должен думать о своем будущем. это меня оскорбляют. Таково мое убеждение. Это мое мнение. Но независимо от того, выступаем ли мы против глобального потепления или вакцинацию, за социализм или капитализм, за социальную справедливость или против политической корректности, наше мнение и убеждение никогда не диктуют реальность. Наша идентичность и наша риторика бессмысленны по сравнению с последствиями нашего бездействия. И наша невинная стратегия оправданий, которая когда-то позволила нам пропустить домашнее задание, больше не является невинной среди взрослых, которые сталкиваются с реальностью. Этот механизм исчерпал себя. Единственный учитель, который теперь имеет власть назначать нам задания и судить о наших оправданиях, это наш собственный внутренний голос разума. Когда мы самоотверженно принимаем решение принять логику в качестве основной ценности, она освобождает нас от нашей хрупкой зависимости от суждений других. Ответственность это просто принцип действий в соответствии с нашими постоянно расширяющимися знаниями и рациональностью. Она не зависит от интерсубъективности. Это не диктуется нашей культурой, нашим социальным кругом или политиками. Она также не зависит от нашей сфабрикованной свободы выбора. И многие из самых исторических проявлений их храбрости исходили от тех, кто стоял за то, что правильно, даже перед лицом невзгод и культурного неравенства. Такое глубокое бескорыстное решение может показаться пугающим, поскольку оно угрожает всем обусловленным привязанностям, которые возникают в культуре, где приятные чувства считаются конечной целью. Но это приводит к гораздо большему удовлетворению, чем погоня за нашими положительными эмоциями, как пряник на палке, как того требует наша идеология. Нас заставили поверить в ложь, что смысл жизни в погоне за пряником хороших эмоций. Но даже обладая лишь интуицией мы чувствуем, что эта бесконечная погоня не имеет особого смысла. Расплата никогда не бывает достаточно велика, а те, кто предпочитает верить в более бескорыстную и логичную цель, иронически склонны испытывать гораздо больше удовлетворения в своей жизни. Это принцип, который вдохновил древние духовные концепции, такие как карма или рай и ад. Те, кто больше всего заботятся о своих собственных индульгенциях, в конечном итоге преследуются или мучаются своими собственными интересами. Но в современной когнитивной психологии это не просто эзотерическая идея. Существует огромный спектр научных исследователей и литературы по этому вопросу, обычно описываемых в терминах дефицита мышления и его противоположности мышления изобилия. Мозг работает в режиме дефицита, когда мы чувствуем, что есть вещи, которых нам не хватает. Это, возможно, один из самых древних механизмов выживания нашего мозга. И было хорошо установлено, что хотя это может обострить наше внимание, оно также имеет тенденцию занимать огромное количество того, что называется умственной полосой пропускания. Он захватывает наш мозг. Это буквально делает нас менее умными, более эгоистичными и даже снижает наш IQ. И каждый день мы подвергаемся взаимодействию почти бесконечного множества социальных импульсов, которые предназначены для того, чтобы запереть нас в этом ментальном состоянии. С самого раннего возраста мы глубоко запрограммированы с набором требований, которые должны быть выполнены, чтобы мы могли испытать изобилие. Требования, которые часто настолько неуловимы, что мы по большей части попадаем в ловушку мышления дефицита. Но как только мы видим, что это может быть достигнуто многими способами, мы способны отличить истину от внушения, рассеять наше замешательство и рассеять нашу апатию. Это ставит нас перед выбором того, как мы ведем свою жизнь. Если мы создаем жизнь вокруг себя, мы предпочитаем видеть все через призму того, что мы можем взять, а не отдавать, иллюзорную линзу дефицита. Мы предпочитаем не видеть изобилия, которое есть повсюду, и наш эгоизм затем поддерживает себя, изобретательно находя поддержку в несправедливости вокруг нас. Если это наш выбор, то наша основная ценность остается эгоистичной, и каждый мотив, стоящий за каждым из наших действий, в конечном итоге касается нас самих. Но мы интуитивно чувствуем, что поступаем неправильно, и чувствуем себя недостойными быть по-настоящему любимыми. И мы либо пытаемся примириться с этим, либо поддаемся неуверенности и предпочитаем запутать эту истину. Но если любовь определяется как безусловная отдача, когда любовь окружает нас со всех сторон, она находится в структурах, оставленных нашими предками и наследием наших бабушек и дедушек. Все дело в заботе, которую нам дали родители, и в клетках, из которых мы состоим. Именно в социальных структурах и в системе социальной защиты закладываются законы, призванные защитить нас. Это солнце, которое сияет, и бесконечная красота, которая включает нас. Если мы выбираем быть тем, что мы есть, и видеть свою жизнь такой, какая она есть на самом деле, тогда мы понимаем, что речь идет не только о нас. Речь идет о заботе и о том, чтобы делать то, что правильно. Речь идет о том, чтобы отдавать и использовать наше понимание для борьбы с невежеством. Речь идет о доверии к нашей способности сделать это доверие к нашему истинному Я и позволяет себе руководствоваться своей интуицией, которая отличает независимо от того, с какими трудностями мы сталкиваемся, когда наше сердце ведет нас с разумом на своей стороне, наши воображаемые проблемы исчезают. За всем стоит логическая причина, которую мы можем найти, когда решаем следовать любопытству, когда решаем следовать любопытству, а не страху. Мы не должны чувствовать сожаления или вины, когда мы знаем, что наши намерения чисты, и мы сделали все, что могли в то время с тем знанием, которое у нас было. Но все начинается с выбора. Выбор между притворством и честностью, между апатией и заботой, между сфабрикованным дефицитом или изобилием реальности. Выбор между тем, что делать жизнь о себе или видеть, что она не о вас. Выбор, который вы должны сделать. Мир может оказаться холодным и темным местом, когда это знание приводит нас к осознанию эгоистических мотивов, стоящих за действиями людьми, и того, как они заставляют идеалистические движения рассеиваются и распадаются. Но с этими прозрениями те, кто решил делать жизнь вокруг себя, могут искать и доверять друг другу. Этот документальный фильм иллюстрирует, как каждый имеет этот выбор. Но для этого потребуется глобальное движение, в котором те, кто действительно заботятся, будут действовать, организовываться и объединяться, чтобы добиться реальных перемен. мотивироваться. Продолжение следует... Продолжение следует...